Все покорится злату, говорит Писание, Экквесиас 10, 19. Благодатью же Божию мысленной духовной жизнь управлена будет. Добрая совесть приобретается молитвою, а чистая молитва – совестью. Они по естеству своему одна в другую, с другой имеют нужду. Иаков сделал Иосифу пеструю одежду, разноцветную, и Господь кроткому дарует познание истины, как написано, научит Господь кротких путям своим. Салом 24, 9. 200. Всегда делай доброе по силе своей, и когда предстоит случай сделать большее, не обращайся к меньшему, ибо обратившийся назад, говорит Господь, ненадежен для Царствия Божия. К тем, которые думают оправдаться делами. В нижеписанных главах худость веры, тех, которые внешне только живут право, обличаются темы, которые точно веруют и верно знают истину. Господь желает показать, что при всем том, что всякая заповедь обязательна, сыновление однако здорово на людям его кровью, говорит. И когда сделаете все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящую, и сделали, что должны были сделать. Поэтому Царствие Небесное не есть возмездие за дела, но благодать владыки, уготованная верным рабам. Раб не требует свободы, как возмездие, но благоугождает, как должник, и ожидает ее, как благодати. Христос умер за грехи наши по Писанию, и тем, которые добро ему служат, дарует свободу. Ибо, говорит, добрый раб, благий и верный, в малом был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего. Тот еще не есть верный раб, кто утверждается на одном голом знании, но кто верует послушанием Христу, даровавшему заповеди. «Стущий владык утворит повелеваемое, и если погрешит всем или прислушает его, терпит как должное, что за это найдет на него. Будучи любознателен, будь и трудолюбив, ибо голое знание надмевает человека. Искушения, неожиданно с нами случающиеся, по смотрению Божию, научают нас быть трудолюбивыми и невольно влекут к покаянию». «Находящие на людей при скорбности – суть порождения их собственных худых дел. Но если мы претерпим их с молитвой, то опять получим приращение благ. Некоторые бы их похвалены за добродетели, усладились тем и подумали, что эта сласть и славе их есть утешение свыше. Другие бы облечены во греке, возболезновали. И это полезное болезнование сосли действием злобы врага. «Те, которые ради подвигов своих возносятся, но не совсем радивыми, верно думают оправдаться внешними делами. А мы, которые, утверждаясь на одном голом знании, уничижаем малоследующих, бываем гораздо неразумнее их». 12. «Знание без дел по нему еще не твердо, хотя бы было и истинно. Всему утверждением служит дело. Часто от нерадения о деле омрачается и знание относительно его. Ибо какие делания, совсем оставленные в небрежении, а тех и памятования мало-помалу исчезнут. Писание для того внушает нам познавать Бога разумом, чтобы право служить Ему делами. И когда исполняем заповеди явно, то хотя, соответственно, тому получаем от Господа особенное что-нибудь, но пользу принимаем по цели нашего произволения. 13. «Желающий сделать что-либо, и немогущий, и есть пред сердцеведцем Богом, как бы сделавший. Это должно разуметь как в отношении к добру, так и в отношении к злу. 14. Ум и без тела делает много доброго и худого, а тело без ума ничего такого делать не может, ибо решение свободы предшествует деятельности». 15. Одни, не исполняя заповедей, думают, что веруют в право. 16. Другие, исполняя их, ожидают царствия, как должного возмездия. 17. Те и другие погрешают против истины. 17. Награда рабам не обязательна для Господина, но опять, и те, которые неправо служить, не получают свободы. 18. Если Христос за нас умер, и мы потому не для себя живем, но для умершего за нас и воскресшего, 18. То явно, что мы обязались служить Ему до смерти. 19. Как же можем усыновление считать должным воздаянием? 19. Христос есть владыка по естеству и владыка по домостроительству спасения, поскольку и создал Он нас несущих, и Своею кровью искупил умерших грехом, и даровал благодать тем, которые так веруют. 20. Когда слышишь слова Писания, что Господь воздаст каждому по делам его, 21. То они думают, что дела сами по себе достойны Гиены или Царствия. 21. Но что Христос воздаст каждому по делам, не веря в Него или веры, как Бог-Создатель и Искупитель наш, а не как Соразмиритель вещей, то есть дел и наград. 21. Мы, сподобившиеся бани паки бытия, совершаем добрые дела не ради воздаяния, но для сохранения данной нам чистоты. 22. Всякое доброе дело, которое делаем мы естественными, нашими силами, хотя удаляет нас от противного ему худого дела, но без благодати не может приложить нам освящение. 23. Воздержан удаляется от чревоугодия, нестяжательный от любоимания, безмолвный от многословия, чистый от пристрастия к удовольствиям чувственным, 24. Целомудренный от блуда, довольствующийся тем, что есть от сребролюбия, 25. Кроткий от встревожения, от сердчания, 26. Смиренно-мудрый от тщеславия, послушный от поперечения, 27. Самообличительный от лицемерия, равным образом и молящийся, 28. Удаляется от безнадежи, нищий произвольный от многостяжания, 29. Исповедник от отречения, мученик от идолослужения. 29. Видишь ли, как всякая добродетель, совершаемая даже до смерти, 30. Есть ничто иное, как удаление от греха. 30. Удаление от греха есть дело естества, 31. А не то, за что воздано может быть царствием. 31. Человек едва сохраняет то, что ему естественно. 32. Христос же крестом дарует усыновление. 33. Есть заповедь частная, есть заповедь общая, всеобъемлющая. 34. Ибо Индия повелевается подавать неимущим по частям, 35. А в другом месте заповедуется отречься за раз от всего своего имения. 35. Есть действия благодати, не узнаваемые младенцам по духовному возрасту, 36. А есть действия злобы врага, похожие на истину. 36. Хорошо они слишком засматриваются на такие действия ради возможности обмана 37. И не проклинать их ради того, что может быть тут истина. 37. Но все с надеждой приносить Богу, ибо Он знает пользу того и другого. 38. Желающий переплыть в мысленное море долготерпит, смиренно мудрствует, бодрствует, воздерживается. 39. Если же будет понужден войти в этот подвиг без этих четырех, то измучит только сердце, а переплыть не может. 40. Безмолвие есть отсечение всего злого. 41. Если же оно и четырехи добродетели присоединит к молитве, то нет высшего пособия и кратчайшего пути к бесстрастию, как оно в таком устройстве. 41. Нельзя быть безмолвным умом без тела, не разорить стоящих посреди преграду их без безмолвия и молитвы. 42. Плоть походствует на духа, а дух на плоть. 43. Сходящие же духом, похоть и плоти не совершают. 44. Молитва несовершенно безмысленного взывания, нерассеянного пенющего ум, слышит Господь. 45. Нерассеянно молящийся ум сокрушает сердце. 45. Сердце, сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит. 46. И молитва называется добродетелью, хотя она есть мать добродетелей, ибо порождает их в сочетании со Христом. 47. Что не сделаем без молитвы и благой надежды, то после окажется вредным и, по крайней мере, несовершенным. 48. Когда услышишь, что будут последние первые и первые последними, то, разумеется, об имеющие добродетели, имеющих любовь. 49. Ибо любовь хотя по порядку последняя есть из добродетелей, но по достоинству она первая из всех их, и позади себя оставляет все прежде ее родившиеся. 50. Когда возьмет уныние во время или молитвы, или от многообразных стужений врага, приводя на память исход и лютое мучение. 51. Лучше, впрочем, прирублять себя к Богу молитвой и упованием, чем вспоминать о внешнем, хотя бы оно было и полезное. 51. Никакая добродетель одна сама по себе не отверзает естественной нашей двери, если все они не будут последовательно зависеть одна от другой. 52. Тот невоздержник, кто питается помыслами, ибо хотя бы они были и полезны, но полезнее надежды быть не могут. 53. Всякий грех есть к смерти, коль скоро не очищен он покаянием. 54. О нем, если и святые помолятся за другого, услышан не будет. 55. Правильно кающийся не засчитывает труда своего за прежние грехи, но умилостивляет им Бога. 55. Всякое добро, какому способно естество наше, мы должны были делать ежедневно. 56. Что же воздадим мы Богу за прежнее наделанное зло? 57. Сколько бы мы сегодня не приумножали добродетели, это есть лишь обличение нашего прежнего нерадения, а не воздаяние Богу за то. 58. Сокрушающийся душевно, кто скорбит о грехах, а телесно успокаивающийся, кто тело во всем удовлетворяет, 58. Подобен телесно себя озлобляющему, кто отказывает во всем телу, а умом рассеивающемуся. 59. Произвольное с обеих сторон прискорбность, то есть телесное и душевное, взаимно содействует одна другой. 60. Душевное и телесное, телесное и душевное, разъединение же их бывает хуже и тяжелее из тяготы. 61. Велика добродетель терпеть постигающие нас и, по слову Господа, любить ненавидящего нас ближнего. 62. Знак нелицемерной любви есть прощение и обид. Так Господь возлюбил мир. 63. Невозможно от сердца простить чьей-либо проступки без истинного введения, ибо оно каждому показывает, что постигающий его есть его собственное. 64. Ничего не потеряешь ты из того, что оставил для Господа, ибо в свое время оно придет к тебе многократно умноженно. 64. Когда ум забудет о цели благочестия, тогда явное дело добродетели становится бесполезным. 65. Если всякому человеку вредно зло совете, не чужое, а отсутствие благоразумия своего, тем паче тем, которые восприяли строгую жизнь. 66. Делами показывай себя мудрецом, ибо нет слова, которое было бы мудрее дела. 67. За трудами о благочестии подвижническими последует заступление. Это можно узнать из закона Божьей совести. 68. Один принял помышление и без рассмотрения удержал его, другой же приняв, проверил его истинною. 69. Спрашиваются, кто из них поступил благочестнее? 69. Терпеть скорби и не обвинять сторонних людей в своих бедствиях есть истинное ведение. 69. Делающие добро, ищущие воздаяние, не Богу работают, а своему хотению. Согрешившему нельзя избежать воздаяния иноти, как соответствующим греху покаяния. 59. Иные говорят, что мы не можем делать добра, пока действенно не воспримем благодати Святого Духа. Это неверно. 60. Те, которые произволением всегда расположены к самоугодию, отказываются делать и то, что под силу им, под тем предлогом, что нет помощи свыше. 61. Крестившимся во Христа таинственно, даровано уже благодать, но воздействует она щитительно по мере делания заповедей. 62. Хотя благодать Святого Духа не перестает помогать нам тайно, но в нашей состоит власти делать или не делать добро по своей воле. 63. Во-первых, она боголепно возбуждает совесть, отчего и злодеи, покаявшись, благоугодили Богу. 63. Опять же, она сокрыта бывает по учению близнего. 64. Бывает, что иногда она последует за мыслью во время чтения и научает ум свой истине посредством естественного следствия из той мысли. 64. Итак, если мы не будем вскрывать этого таланта в таких и подобных частных случаях, даем его, то есть будем следовать тому, что внушает благодать, то действительно войдем в радость Господа, сподобимся действенной благодати. 65. Ищущий, чающий получить действенности Святого Духа, прежде делом не заповедей, подобен купленному за деньги рабу, который в то время, как его только что купили, ищий, чтобы вместе с уплатой за него денег подписали ему и свободу. 66. Кто уразумел, что внешние бедствия бывают в правде Божией, тот, ища Господа, нашел ведение с правдой. 66. Если будешь, согласно Писанию, содержать в уме, что по всей земле судьбы Господни, то всякий случай будет для тебя учителем Богопознания. 67. Всякий встречает должное, что заслужил, по внутреннему своему настроению, но подробности, соответствия внешних случайностей, внутреннему состоянию каждого, ведает один Бог. 68. Приведи поскорее на ум воздаяние славы, которая от Бога, и будешь таким образом и в бесчестии, и в печали и смущении, и в славе, когда придет верен и безукоризнен. 69. Будучи хвалим народом по благоволению Божию, не примешивая себя намеренно к смотрению Господня, ничего показного, чтобы не изменилось все, и ты не испытал противоположного посрамления. 70. Семя не прорастает без земли и воды, и человек не получит пользы без произвольных трудов и божественного заступления. 71. Нельзя без облака пролиться дождью и без доброй совести угодить Богу. 72. Не отрекайся учиться, хотя бы ты был очень мудр, ибо Божье устроение полезнее нашей мудрости. 73. Когда по позу какого-либо самоугодия сердце сдвинется с места самоутруждения, тогда оно, подобно очень тяжелому камню, двинувшемуся с места по скользкому склону, бывает неудержимо. 74. Как неопытный теленок, бегая от травы к траве, попадает на место справа и снова стремнистая, так бывает с душой, мало-помалу отманываемою помыслами от своего устроения и внимания. 75. Когда ум, укрепившись в Господь, отвлекает душу от долговременного худого навыка, тогда сердце, как палачами, бывает казнимо умом и страсти, влекущим его туда и сюда. 76. Как плывущие по морю в надежде прибыть к охотно переносят солнечный зной, так ненавидящие зло любят обличение. 77. И те борются с ветрами, и эти со страстями. 78. Как бегство зимой или субботу причиняет болезнь тела и осквернение, унижение душе, так тоже причиняет восстание страстей в устарелом теле и душе освященной в лице священного сана. 79. Никто столько ни блага, ни милости, как Господь, но ни кающемуся и Он не оставляет грехов. 80. Немало нас таких, которые печалимся о грехах, а причины их охотно лелеем в себе. 80. Крот, роющийся под землей, будучи слеп, не может видеть звезд, и неверующий Богу относительно временного не может веровать и относительно вечного. 81. Как благодать, прежде благодати, дарована от Бога людям в ведении истины, которая причастников своих прежде всего научает веровать в даровавшего оное. 81. Когда грешная душа не принимает находящих при скорбности, не вразумляется ими, тогда ангелы говорят об ней, врачевал ли Вавилон, и он не исцелен. 81. Ум, забывающий истинное ведение, ведет среди дни войну за вредное себе, как за полезное. 81. Как огонь не может укоснеть в воде, так и скверный помысел в боголюбивом сердце. 82. Ибо всякий, боголюбивый и трудолюбив, самоохотный же труд, естественно, есть враг похоти. 83. Прасть, самоохотно возвращенная в душе телом, после насильно восстает в любителе своем, хотя бы он того и не хотел. 84. Мы любим причины непроизвольных помыслов, от чего они и приходят. 85. А произвольных, очевидно, любим и самые предметы. 85. Самомнение и течение – суть причины хулы. 86. Ребролюбие и тщеславие, немилосердие и лицемерие. 86. Когда дьявол увидит, что ум начал молиться из сердца, тогда наводят великие и злоситрые искушения. 87. А маленьким добродетелям не станет он мешать большими нападками. 87. Закоснение помысла обличает пристрастие человека. 88. Скорое же истребление его означает брань и сопротивление. 89. Есть три мысленных места, в которые входит ум, изменяясь сам по себе. 89. Естественное, сверхъестественное и противоестественное. 89. Когда вступит он из свое естественное место, тогда находит себя виновником злых помыслов и причиной страстей, исповедует Богу грехи свои. 90. Когда же бывает в противоестественном месте, тогда забывает он о правде Божии и воюет с людьми, как с обижающими его неправо. 91. А когда возведется сверхъестественное место, тогда находит в себе плоды Духа Святого, которое указал апостол. 91. Любовь, радость, мир и прочее. 92. И знает, что если предпочтет телесные заботы, то пребывает там не может, и вышедшая оттуда впадает в грех, и в последующие за ним скорбные случайности. 93. Хотя не вскоре, но в свое время, как ведает про то правда Божия. 94. Ведение каждого настолько бывает истинным, насколько подтверждает его кротость, смиренно мудрее и любовь. 94. Всякий православно крещеный получит таинственно всю благодать. 95. Ощутительное же удостоверение в том, получает, наконец, по мере исполнения заповедей. 95. Заповедь Христова, добросовестно исполняемая, по множеству болезнований сердечных, дарует и утешение. 95. Впрочем, то и другое бывает в свое время. 94. Во всяком деле имей присущую молитву. 95. Так как ничего не можешь сделать без помощи Божией. 95. Кто бесскорбно совершает бдение, долготерпит и молится, тот причастен к действенности Святого Духа. 96. Но и тот, кто хотя чувствует прискорбность во время этих деланий, но охотно силой воли вытерпливает их, 97. Скоро получит заступление свыше. 96. Относительно чего возложил кто всеупование на Бога, и за того не будет уже он бороться с ближними. 97. По делам, словам и по мышлениям праведен только один, а через веру, благодать и покаяние много праведников. 98. Как кающемуся не свойственно высокомудрствовать, так произвольно грешащему невозможно смиренно мудрствовать. 99. Смиренно-мудрее не есть осуждение совести, но благодати Божией и его благоснисхожденное исповедание. 99. Что вещественный дом для общего воздуха, то мысленный ум для божественной благодати. 99. Насколько выбросишь вещества, настолько войдет, и насколько внесешь, настолько удалится. 100. Широта сердца есть упование на Бога, а теснота его – забота житейская. 100. Благодать Духа едина и неизменна, но действует в каждом, как хочет. 100. Как дождь, излившись на землю, питает и поддерживает в растениях свойственное им качество, сладких сладость, терпих терпость, так и благодать. 100. Наивствуя сердца верующих, подобляет их воздействие, своих сообразностей и их добродетелями, сама в себе не изменяясь. 100. Алтящему Христа ради бывает она пищей, жаждущему сладким питьем, зябнущему одеждой, труждающемуся успокоением, молящемуся извещением, что молитва услышана, плачущему утешением. 100. Итак, когда услышишь слова Писания о Святом Духе, что Он пребывал на каждом из апостолов, или что Он взошел на пророка, или что Он действует, бывает оскорбляем, угошаем, раздражается, так же, что одни имеют начаток Духа, другие же исполнены Духа Святого, 100. То не думай так о Духе, будто в нем бывает такое раздробление, или приложение, или изменение, но веруй, как прежде сказали мы, что Он не приложен, неизменен и всемогущен. 100. Поэтому и в воздействиях своих Он и пребывает одним и тем же, и всякому боголепно уделяет подобающее. 100. Он, подобно солнцу всецело, излился на крещеных. 100. Но каждый из нас просвещается по той мере, как возненавидево мращающие его страсти истребляет их в себе, а насколько оказывается любящим их, настолько помрачается. 100. Кто ненавидит страсти, тот отсекает и причины их, а расположенные к этим причинам и нехотя борим, бывает страстями. 100. Когда действуют в нас злые помыслы, будем обвинять в том самих себя, а не прародительский грех. 100. Корни помыслов – суть явной грехи, которую каждый из нас совершает руками, ногами, устами. 100. Невозможно, чтобы тот собеседовал со страстью в уме, кто ненавидит причины ее. 123. Кто станет беседовать со тщеславием, если он презирает посрамление? Кто будет смущаться бесчестьем, если он любит уничижение? Кто согласится на угодье плоти, если он имеет сердце сокрушенное и смиренное? Кто станет заботиться о привременном или вести за него войну, если он верует во Христа? 12. Отметаемый кем-либо и ни словом, ни мыслью не вступающий в расприю с отметающим, приобрел истинное ведение и являет твердую веру владыки. 13. Если ни для обижающих обижать не избыток, ни для обижаемого терпеть не есть лишение, ибо образом таким ходит человек, и напрасно он метется. 14. Если видишь, что кто-либо по поводу бесчестия крайне болезнует сердцем, то знай, что он наполнен помыслами тщеславия и теперь пожинает с неудовольствием рукояти семян, которые сам посеял в сердце. 15. Кто более должного насладился телесными удовольствиями, тот отплатит за этот излишек старичными болезнованиями. 16. Настоятель обязан говорить послушнику должное, когда же его не послушают, возвещать об имеющих постигнуть за это бедах. 17. Обиженный кем-либо и недомогающийся обижающему должного возмездия, этой части верует Христу, и стариться и приметь веки всем, и жизнь вечную наследует. 17. Память о Боге сопровождается болезнованием сердца о благочестии. 18. Всякий же забывающий о Боге бывает самоугодлив и бесчувственен. 19. Не говори, что бесстрастный не может скорбеть, ибо если не о себе, то о ближнем должен он это делать. 20. Когда враг соберет много записей о грехах, совершенных в забвении, тогда понуждает должника и не в забвении делать те же грехи, благословно злоупотребляя законом греха. 21. Если хочешь непрестанно памятовать о Боге, то не отвергай злоуключений, будто неправедных, но переноси их, как правильно тебя постигающие. 22. Ибо терпение в таком духе в каждом случае побуждает память о Боге, а отречение, отказ, как терпеть, умаляет мысленные мудрования и сердце к Богу стремления пресекает, обращая к земле. 23. И через отраду, что сбросил тяжесть, производит забвение. 24. Если хочешь, чтобы Господом были покрыты грехи твои, то не высказывай перед людьми, если имеешь какую добродетель. 25. Ибо как мы поступаем с нашими добродетелями, так Бог делает с нашими грехами. 26. Скрыв добродетель, не возносить умом, как хорошо поступивший. 27. Правда требует не только скрывать доброе, но и не думать ни о чем из запрещенного. 27. Не радуйся, когда сделаешь кому добро, но когда без злопамятства перенесешь последующее затем сопротивление от облагодетельствованного. 28. Ибо как ночи следуют за днями, так и зло за добром. 29. Тщеславие, сребролюбие, сластолюбие, самоугодие не оставят неоскверненным благодеяние, если прежде сами не не впадут от страха Божия. 29. В невольных болезненных прискорбностях сокрыта милость Божия, которая влечет переносящих оны к покаянию и избавляет от вечного мучения. 30. Некоторые, исполняя заповеди, ожидают, что это на весах правосудие Божие послужит противовесом их грехам. 31. Другие же этим думают о милости, ведь умершего за наши грехи. 31. Спрашиваются, чье из них мудрование правильно? 32. Страх гиены и царствия возлюбления подают терпение в скорбях. 33. И это не от себя, но от ведущего помышления наше. 34. Верующий будущим удаляется от здешних наслаждений без размышления или без спора, а неверующий бывает самоугодлив и бесчувственным. 35. Не говори, как может бедный предаваться сластям, не имея способов, ибо можно в полумыслах сладостраствовать еще горше, чем делом. 36. Иное есть знание дел, деятельное благоразумие, и иное познание истины. 37. Сколько солнца превосходнее луны, столько последнее полезнее первого. 38. Знание дел, деятельное благоразумие, пребывает по мере исполнения заповедей, а познание истины – по мере надежды на Христа. 39. Если хочешь спастись и в познание истины прийти, напрягайся всегда возвышательно над чувственным и надеждой прилипляйся к единому Богу. 40. Обращаясь таким образом с понуждением себя внутрь, встретишь начало и власть, и ведущая с тобой брань приражениями помыслов. 41. Но, побеждая их молитвою, пребывая благонадежным, возымеешь благодать Божией, избавляющей тебя от грядущего гнева. 41. Кто разумеет таинственно сказанное Святым Павлом, изрекшим, что наша брань против духа злобы, 42. Кто разумеет притчу Господнюю, которую он сказал о том, что должно всегда молиться и не унывать. 42. Закон образно повелевает шесть дней делать, а в седьмой упразднять пять дел. 43. Дело души состоит в благотворении имением, то есть делами. 44. Упразднение же ее или покой в том, чтобы по слову Господа продать все свое и дать нищим. 44. И успокоившись через такую нестяжательность, правствовать в мысленном уповании. 45. В этот-то покой и святой Павел поощряет нас войти со старанием, говоря, постараемся войти в покой оны. 45. Это сказали мы, не дотворяя будущее и не определяя, что все воздаяние будет здесь. 46. Но даем только разуметь, что прежде должно возыметь в сердце действительно благодать Святого Духа. 47. И потом, соответственно всему, войти в Царствие Небесное. 48. Открывает и Господь, сказал, Царствие Небесное, внутрь вас. 49. То же сказал и апостол. 50. Вера есть осуществление невидимого. 51. И еще испытывайте себя, верили ли вы или не знаете, что Иисус Христос живет в вас. 52. Разве только вы не то, чем должны быть. 53. Познавший истину, не противиться скорбным приключениям. 53. Ибо знает, что они руководствуют человека к страху Божию. 54. Прежние грехи, будучи воспомянутые по виду, подробно повреждают благонадежного. 54. Ибо если они возникают вновь в душе, сопровождаясь печалью, то и удаляют от надежды. 55. А если воображаются без печали, то опять влажают внутрь древнее сквернение. 55. Когда ум через самоотвержение восприимет несомненную надежду, 55. Тогда враг под предлогом исповедания, как на картине, изображает перед ним прежде бывшие грехи, 56. Дабы опять возгреть страсти, по благодати Божией уже забытые, и тайно повредить человеку. 56. Ибо в таком случае просветлевший уже и ненавидящий страсти ум, по необходимости омрачается, смутившись тем, что наделано. 57. А если он еще покрыт как туманом и со страстным похотям, то всячески укоснеет в таких помыслах и начнет страстно беседовать с трилогами их. 58. Так что такое воспоминание будет не исповедание, а страстное перерожение. 58. Субтитры создавал DimaTorzok